каждый год я хоть несколько морковок оставляю на семена вот смотрите это как раз созревшие зонтики вот сейчас я их срежу и буду потрошить на семена зачем сейчас расскажу так зачем я каждый год выращивать семена моркови вы думаете у меня семян моркови нет много вот таких вот пакетов у меня штук 20 но обязательно обязательно каждый год оставляю либо под зиму несколько морковок либо сажаю их землю морковка растения двухлетние и естественно семена мы получим только если саму морковку посадим после этого образуется стрелочка их зацветает во первых не очень нравится когда цветет морковка и она не просто цветет она привлекает массу насекомых хороших причем насекомых пчел и энтомофагов которые помогают нам расправляться с разными вредными насекомыми так что морковка это здорово вокруг нее все время жужжит и летает во вторых вот я получу конечно морковку наверняка хуже чем профессионалы получают семена но у профессиональных семян есть небольшой недостаток вот и пакетик красивый и все там обработанные сорт или гибрид нормальный но дело в том что часто мы не знаем когда эти семена выращены то есть расфаксованы они допустим в этом году а выращены могут быть лет 5 назад и этого не указано на пакетике а семена у моркови имеет такое свойство быстро терять схожесть и вот сейшь морковку а всходит она достаточно долго пока семена разбухнут они такие масляные семена внутри масла пока не разбухнут пока не зайдут пройдет две а то и три недели а вот представьте не всходит у вас морковка не из-за того что плохо разбухла из-за того что семена старые вы три недели потеряли вы опять пересеваете у вас три недели уже потеряно что такое три недели весной это очень много поэтому вот я выращиваюсь свои семена моркови для того чтобы может быть потерять с сортом да но я точно знаю что это свежайшие семена что они сойдут просто у меня как это говорят щеткой вы будете удивлены если вы растите сами сеть у вас уже через полторы недели во сколько моркови только продирай продирай чтобы не было густо естественно стараюсь брать саму морковку не гибриды то есть если гибрид вы посадите у вас семена будут гибридом второго поколения в два это уже несколько другое может и вообще не получится но может что-то и получится но гарантия если вы берете какой-то сорт моркови если вы тем более ее знаете вы сажаете переопылится ею не с чем если вы не выращиваете много разных семян моркови поэтому будет этот сорт вот вырастили срезали вот такие вот замечательные зонтики теперь будем их шелушить видите если присмотреться внимательно семена вот такие вот у морковки они такие волосатенькие как как гусенички маленькие а в пакете не будут совершенно другими дело в том что вот эта вот оболочка и эти волосики это вот если потереть между пальцев между ладоней это все осыпается и семечко что называется внутри потёр и все что сверху она осыпается видите вот много такого мелкого мусора а вот они и сами семена такие как пакетики так что я сначала вот это на шелушу потом так вот ладонями и потом надо делать на улице я буду веять семена знать как зерно веяли крестьяне ну как и вот эта вся мелочь она вся улетит ясно что квартире я этого делать не буду кстати такие семена очень хорошо под зиму посеять потому что старые и не очень хорошие семена под зиму очень плохо сеять потому что впереди зима и эти семена плохо перезимовые ты чаще всего вообще не всходят а вот свеженькие свои взойдут почти на сто процентов так что если осталось у вас еще время посеять под зиму сети обязательно даже если уже где-то снег выпал вот земля еще поддаются обработки да даже со снегом вместе сеть смело морковка штука холодостойкая она обязательно у вас по весне вырастет самой самой первой она не боится морозов кстати морковку можно оставить на грядке даже зимовать особенно если вы сверху немножечко чем-то и и укроете прекрасно перезимует и весной вы накопаете свежие морковки пакетик такие какие они магазины вот вот эти вот не обработанные не шелушеные вот эти шелушеные